Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшняя евангельская история, которую мы с вами слышали, является ответом на вопрос. Ведь отрывки из Евангелия бывают разные. И, конечно, очень важно в какой-то момент для себя совершить такой личный подвиг и прочитать Евангелие подряд. Потому что есть разные, духовно-опытные люди тоже по-разному советуют. Кто-то говорит, читайте одну главку из Евангелия. Кто-то говорит, читайте, например, те отрывки, которые в этот день в храме читаются. Но если мы по второму пути идем, то не возникает вот этой логической связи разных событий евангельских. И вот для того, чтобы ответить на вопрос, о чем же сегодняшнее евангельское чтение, нужно заглянуть немножко назад. Петр приступил к Иисусу и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» И Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семидесяти семи раз». Понятно, что сама эта цифра, семьдесят семь раз, наверное, никто из нас не будет ее отмерять, она подразумевает, что прощение как бы в устах Господа нашего должно быть таким, сродни тому человеку, который любит Иисуса Христа. И для того, чтобы проиллюстрировать свои слова, Господь приводит вот ту самую притчу, то самое образное сравнение, которое мы с вами сегодня слышали во время евангельского чтения. «Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Если говорить по-простому, был один человек, он должен был другому человеку огромную сумму, неподъемную, а платить ее было невозможно. Кредиторы уже как бы вовсю занесли топор над этим человеком. И вот в какой-то момент руководитель компании говорит, «Хорошо, весь твой долг прощается тебе». Представляете как? Я думаю, что многие из нас представляют, у кого-то ипотека, у молодежи ипотека, кто-то в долг занимает и прочее, прочее. И люди годами живут с этим грузом, с этим грузом тяжелейшим. И вот вдруг этот долг прощается, он испаряется. И что делает этот человек? Он вспоминает, что кто-то ему был должен тысячу рублей. Идет к этому человеку, настаивает, слова всякие нехорошие говорит. И дело даже доходит до рукоприкладства. И вот этот руководитель компании, он узнает о случившемся, призывает к себе этот человек и говорит, «Ну как же так? Я тебе твой долг простил неподъемным, а ты вот этого небольшого не нашел в себе силы простить. И нет тебе за это прощения». И сегодняшняя притча заканчивается словами, «Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас, от сердца своего, брата своего, согрешения его». Конечно, и больше всего эта притча, она о прощении, о том, что абсолютно не свойственно человеку. Но Евангелие, оно теме ценно, слова Господа нашего, они тем и ценны, что они ставят человека на недосягаемую для него высоту. Прощение – это дело Божие. Мы можем прочитать Евангелие, мы можем услышать и сказать, «Господи, как же это возможно? Если меня кто только тронет, я сразу как бы на него начинаю, так сказать, может быть, слова какие-то говорить. Слава Богу, если мы не как бы вот так вот, как бы про себя, внутри себя что-то копим, годами, обиды какие-то складываем. Одна обида наслаивается на другую обиду. И уже не вспомнить, кто кого когда обидел. Сплошной такой вот сплошной поток обид, сплошной поток обличений и прочее, прочее, зачастую бывает в взаимоотношениях между людьми. И вот в этот момент благо для семьи, благо для общества, благо для страны. Если находятся люди, которые говорят, «Господи, мы понимаем, что чем-то нужно поступиться, может быть, где-то что-то такое сделали, что нам обидное, но мы прощаем, мы не будем этого вспоминать, мы пойдем дальше созидать, мы постараемся первыми отозваться на какое-то, может быть, доброе слово, что-то постараемся сделать для преодоления вот этого замкнутого круга отчужденности, замкнутого круга немирствия, замкнутого круга непрощения». И не просто так в преддверии Великого Поста воскресный день, который предваряет Великий Пост, называется днем прощенного воскресения, когда Церковь снова и снова напоминает о том, что прощение – это необходимое условие не то чтобы для нормальной жизни, а страсть по метазлобе, как мы с вами знаем, на своем личном примере, каждый из нас знает – это та страсть, которая уничтожает человека изнутри, сжигает человека изнутри. Мы помним зло, мы возвращаемся к злу, к воспоминанию о нем, мы его проецируем на других людей, и это нас разрушает. И Господь нам говорит – соверши невозможное, даже не соверши, захоти совершить, имей доброе намерение, а уже прощение – это не твое дело, это дело Божьей благодати, которое входит в нас через таинство, через причастие святых христовых тайн, Сам Господь в нас действует, опаляет колючки наших грехов, выправляет наш образ мыслей, выправляет наши чувства и дает силы жить дальше. Именно поэтому мы стараемся так часто прибегать к спасительным таинствам Церкви, к таинствам покаяния, к таинствам причащения, потому что Господь через них действует обильно в нашей жизни. И помолимся о том, чтобы сегодняшняя Евхаристия была всем нам в радость, здравие и веселье, и чтобы Господь по Слову Своему дал нам силы преодолевать те немощи, которые у каждого из нас, и прощать братьям нашим и сестрам, если они что-то имеют против нас. Всех воспотребляю с праздником, с воскресным днем. Мы с вами проживаем особые дни. На середине храма украшена икона преображения Господа нашего, которая снова и снова напоминает о нашем личном преображении, который без Божьей помощи невозможно. Слава Богу за все. Аминь.